Комплексные вучения прошли на некоторых объектах в Гомельском районе. Масштабное навучальное действие разгорнулося на территории нафтабазы. Одна из главных задач – оценка готовности обороны насельства и территорий от надзвучайных ситуаций природного и техногенного характера. Подробности в материале наших корреспондентов. Поводли легенды вучения на территории нафтбазы отбылся великий выбух. В результате пошкоджена инфраструктура потерпели люди. На месте надзвучайной ситуации открытое горение нафтпродуктов с погрозой обваливания частки будинка. До места умовного пожара неоткладно прибыли службы. Наступный этап – праца гражданских формирований и гражданская обороны. Их задача – разборка завалов пошкодженого будинка, пошук и вымание потерпелых. По сценарию вучения за территорией объекта был пошкоджен будинок газорегуляторного пункта. Утяжку газу ликвидовала зводная аварийная бригада. Мы можем практически отработать все действия наших аварийных служб, проверить их боеготовность, но самое главное – отработать элементы взаимодействия. Для населения на пункте створили усе необходимые умовы життедейности – обагравание, гарачу горбату, пятную воду. Работники оховы здоровья и червоного крижа оказывали медицинскую и психологическую допомогу потерпелим. В основном наши службы, службы, безусловно, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, они в повседневной деятельности выполняют все эти задачи. А вот уже службы гражданской обороны, они, соответственно, работают только при необходимости. То бишь тогда, когда создаются аварийные ситуации, либо чрезвычайные ситуации. Вот сегодня яркий пример этого взаимодействия мы с вами наблюдаем. Это уникальное на сегодняшний день тренировочное занятие. Посмотрела вся область. Мы пригласили всех заместителей председателей Гомельской области, которые также являются председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям для отработки данных учений. Комплексные учения у поселка Янтарна Гомельского района стали завершальным этапом проверки готовности региона до попережения и ликвидации надзвычайных ситуаций.